Галитрина Нятиня, которая расскажет о себе и о том, сколько лет и как она отдавала пионерской организации свои силы, свои знания, и которая вот это все пронесла через свою жизнь. И, наверное, она что-то нам еще даст сегодня и покажет. Это слово, ребята, Галитрина Нятиня. Итак, ребята, конечно, я тоже сама была пионеркой и хотела, очень боролась, чтобы меня приняли в пионеры. А в пионеры я вступила всего в 50-м году. Я очень хотела быть пионером. Тогда принимали пионеры очень-очень мало народу. А мне передошлось такое право быть пионеркой. В 50-м году я вступила в пионеры. И когда я вступила в пионеры, я так подробно, потихонечку, меня сразу выбрали председателем совета отряда. Это был 4-й класс. Какая школа? 9-я школа. Я, значит, председатель отряда, это, значит, второй, правая рука классного руководителя. В общем, я полностью вела пионерскую работу. А отряд делился, ой, класс делился еще на звенья. Были звеневые, первый звено, второй звено, третий звено. И борьба шла даже не только в пионеры, это, в отряде, фой, это, в школе, но еще и в отряде. Чтобы лучше быть бым-бым-пел, лучше звеневой, лучший отряд, а потом лучшая школа. Ну вот. Так я, потом меня приняли в комсомол, тоже в 14 лет меня приняли в комсомол. В комсомоле я опять попала в секретарей комсомольской организации, в комитет. Вот. Потом я закончила, в 13 лет я пошла работать, но работать я пошла сразу не вожатая. Вот. Потому что вожатые просто так с улицы не принимают. Тогда очень было, очень-очень строго. И я в 13 лет пошла на работу. Почему? Потому что у меня папа пришел, он прошел в войну, и он был в финскую войну инвалидом. У него руками действовало. А вот его не взяли, он был в партизанах. Вот. А когда сланцы освободили, все-таки он добровольно ушел на фронт и в Нарву, защищал там, в Нарву служил. Вот. И поэтому, а нас было много в семье. Восемь человек. Вот. Трудно было после войны. И поэтому я семь классов закончила, поступила в вечернюю школу и пошла работать. В вечернюю школу я закончила 10 классов. И тоже я была, я очень по жизни всегда активная. Всегда должна участвовать в чем-то. Я никогда, вот понимаете, не отценивала. А, ладно, нет, я все впереди. Это вот у меня такой вот нрав, наверное, это воспитание родителей, потому что папа всегда-всегда был впереди. И там я тоже попала в комитет комсомола города. От организации, как секретарь, нет, от школы рабочей молодежи. А в которой вы учились в школе? В четвертой школе была школа рабочей молодежи. Вот. Я работала и вечером училась. Закончила 10 классов там. А потом меня перевели на газзавод работать. На газзаводе я отработала два года. Два года в молочном отделе. Тоже на газзаводе цех был. Разводила так, как я очень маленькая была. Развозила молоко по цехам. Вредным цехам. Вот. И тоже я попала в комитете была. Продолжала комитетом. И тогда седьмой школой, открылась седьмая школа. И там, ну, никак не получалось со старшей вожатой. В течение года до февраля месяца четыре вожатых сменилось. И комитет мне о комсомоле говорят. Пойдешь работать. Я говорю, да я не знаю работы. Я ничего не знаю. Да вы что? Я не могу. Они так, категорично. Путевка. Прихожу я в школу. А директор школы партизанка была. Мурашу вам, Калина Гмитовна. Чудеснейший человек. Ты чего налюбила детей? Шкуру? Выпить. Ну что, девочка? Ну что, девочка? На месяц, на два пришла. А я ей говорю. Папа говорит, взялся за душ. Не говоришь, что душ. Молодец. Вот так. На дворовую площадку. На дворовую площадку. На жадагон, барабан. Просыпались дети. Ну, те, кто на пионерский лагерь не попал. Я тогда организовала на Жуковского вот эту дворовую площадку. Мы приходили утром. Горн. Все прибегали. Вы знаете, как Тимура и команда. Вот тут все сбегались. Жуковская, Майковская улица. Вот мы там проводили тоже. И мы в совхозы ездили, ребята. Помогали. Пололи там. Все. Потом мы... Нам... Это... Чементный завод. Даже организовывал поездки. Мы с поездками ездили. Потому что ребята были активные. Ребята были везде, во всех участках. Концерты давали. Потом КВН организовывали. Вот. И я все время была здесь в седьмой школе. Вот моя пионерка. Вот. Активные тоже. Но у меня как-то вот все ребята были очень активные. Активные. Ну, старались быть активными как-то во всех. И действительно, в пионеры. Вот старались попасть в пионеры. Мы за малейшее нарушение. Вот меня один все время встречает. Ну что, Галина Дмитриевна, с каких раз ты меня принимала в пионеры? И я говорю, да заслуживать надо было. Ну и так. А потом эту школу закрыли. А, да. Когда мы были в седьмой школе, я задумала как-то патриотическое воспитание. И мне захотелось о военных узнать. Сначала мы пионеры бюро собирали материал. Был очень большой материал. В Ленинградской области наш герой пионер. Мы ездили. Встречались. Все такое. Ну и когда нашу школу закрыли. Вот. Ой, нет. В седьмой школе еще нет. Нет, нет. Мы ездили. Я с цементным заводом поговорила. Там такой был очень отличный директор Аручулов. Ну чисто пионерский. Вот что не спрошу, что не приду. Ну что, Галина Дмитриевна, что еще придумала? Куда вести вас? Я говорю, вы знаете, мы хотим в Волгоград ехать. Потому что мы задумали получить имя Михаила Дмитриевича Баранова. Вот. И, ну это я уже была, ребенок у меня уже, Игорь уже был. Это пять лет, Игорь, было. А куда деть ребенка? Да со мной пойдет. А внутри еще ребенок был. Шесть месяцев. Вот. Димка. Он говорит, хорошо, сколько денег надо? Вот он тогда вызывает это, сельскохозяйственная организация. И вот наша красавица задумала в Волгоград везти. Сколько повезете? Я говорю, ну понимаете, лучших у меня 30 человек. А ты одна поедешь? Я говорю, одна. Ну а потом, говорят, Антонина Дмитриевна поехала и учительница рисования у нас такая была, боевая. Помнишь я? Галина Дмитриевна, возьмите меня с собой. И вот три было учителя взрослых. И 35 человек мы повезли в Волгоград. Понимаете? В Волгоград мы везли в сборную группу. Сборную группу. Ну... Волгоград комсомола Ленинград уже сказал, что едет к вас делегация. Отличные дети. Боевая вожатая. И когда они встречались с нас с автобусом, ну где здесь боевая вожатая? У меня среди детей было очень трудно, правильно, найти. Я такая была худенькая. Я говорю, я? Такой звонкий голос. О, Антонина Дмитриевна, да, это наша Галина Дмитриевна. Я говорю, я с директором приехала. И вот они нас поселили в школе. В школе тогда поселили. Организовывали все. У нас много. И мамаев курган. И горки мы посетили. И посетили, где он учил, училище. Вот жаль, что у меня все было в школе. А когда прибыла Галина Александровна, она разорила этот музей. Без моего ведома. Я была как раз в пионерском лагере. А она приступила только на работу. Когда я приехала, этого музея не было. Музей у нас был, как входишь, цементный завод сделал. Мамаев курган и ругалка. Копия полностью была сделана. Конечно, это было очень горько. Я говорю, дайте мне материал. Она говорит, нет, Галина Дмитриевна. Этот материал я... А музей этот был у нас уже присвоено звание музея. Не просто музей, а был единственным в городе принят право иметь звание музея Михаила Дмитриевича Баранова. Мы встречи нашли родных. Это полностью. На могилке ходили там. Встречались с военными, которым он служил. И даже были фотографии, даже встретились с тем... Знаете, раньше с фотографиями было очень тяжело. Очень дорого фотографии были. И редко. Не то, что сейчас. Вот телефон раз и сфотографировал. Вот. У нас не было телефона. Судьба экспонатов. Расскажите, как она объяснила, мотивировала уничтожение музея Баранова? Ну, а как она объяснила? Галина Дмитриевна, мне нужно это помещение. Для класса. А экспонаты куда делали? Вот. А экспонаты она сказала, я сдала в архив. Ну, сейчас вот ищет, его и не найти. Да нет. Она сама спросила у меня и говорит. Я говорю, ну, а давайте отдадим 11-й школе. Там дети наши учатся, раз закрыли нормальную школу, отдадим 11-ю школу. Она сейчас там работает еще, да? Галина Александровна нет. Вот она сейчас на доске подсчитана, наша Галина Александровна. За что? С горкома партии. Ой, с партии. Кошмар какой-то. А, с горкома партии она пришла работать. Она сама обожатая работает в школе. Ну, приказ видать телефон. Вот. И вот это, и у меня не оказалось фотографий. Ну, детям кое-что надо. Вот мы начали перевирать детей, детей, и детей тоже никак не могли это. Они говорят, нет у нас, нет. А год какое разрушение музея? Когда наша школа... Перестройка или что это было? Да, перестройка уже. В 87-м году, по-моему, переехала... Где-то вот в это время переехали... Пенино... Пенино 85-й, да? 85-й, да. 85-й году. Ну, я сначала... Год у нас существовал музей, потому что был директором Владимир... Не помню, как звать его... Ну, он разбился. Трудовик. Был директором школы. А потом вот ее... Володя, Володя. В партии пригласили. Вот так. Ну, музей школьный очень жалко, потому что, конечно, мы... Дом пионеров тоже самое. Все... Вот я сейчас, ребят, немножко... Централизованно все это русло. Там часть на Дом пионеров. То есть музея у нас. Седьмая школа, четвертая... Везде будет музей. Да, можно по кругу пустить, и мы все посмотрим. Скажете, а мы пустим... Нет, это семена Октябрят у меня. Это наш зеркальный. Рассказывайте, рассказывайте. Ну, и вот это... Мы ездили в Волгоград, привезли очень большой материал. Нам газета там, это... Пошла на уступки, дали человека. Мы полностью экскурсию организовывали с этим человеком. Она все это фотографировала, все это нам... Все фотографии, все давала. Мы даже побывали... Его самолет там стоит, и ребята даже разрешили лазить туда, в кабину. Вот. Вот это у нас звание... Организовали Волгоград. Мы также были в Белоруссии. Вот. Это тоже я организовала в Белоруссию на неделю, на каникалах. Мы были в Белоруссии. И тоже нас там всегда горком партии, горком комсомола принимал. Нас очень хорошо давал помещения. Были мы в Литве. В Белоруссии мы в Хатыни были. Очень в Хатыни. Там и как раз в Хатыни мы приняли в комсомол. Наташу Павальскую в Хатыни. Но это вручал секретарь комсомола Белоруссии. Ей значок. Знаете, как это почетно было. Как это было здорово. А Наташа Павальская была у меня председателем дружины. И она уже комсомолка. Вот мы такое право, и она отличница была. Мы такое право ей разрешили с Хатыни. Мне разрешили. Я ком разрешила. Это все с разрешением. Вот. Потом мы были в Риге. Там. Там тоже нам даже школу дали. Ну были. Спали мы. Пола. Вот этих. Эти. Наматах. Наматах спали. Но все равно было очень хорошо. Отлично. И тоже они организовали. Тоже мы были везде на экскурсиях. Но я старалась менять детей. Не одних и тех же. Старалась, чтобы попали дети. Так же, правильно же я говорила? Всегда. Я не я решала. Решал совет отряда. Совет дружины. Совет дружины решал. Педсовет. И тогда только мы вот так и организовывали. Организовались экскурсии. Это пионерский лагерь. Вот я здесь начальником лагеря. А это старшая вожатая моя. Галина Дмитриевна, расскажите. Вот у нас есть ребята. Они вообще от всего далеки. Про пионерский галстук. Вот у нас тут лежат такие атрибуты. Ну про книжки я молчу. Библиотека, да. И книги у нас пионерских очень много. Про галстук. Вот. Какие, вообще, что это такое? Для чего он был пионером? Вот смотрите. Галстук, это когда принимали в пионеру, это ваша уже принадлежность в школьной форме. Без галстука вы не могли прийти в школу. Галстук должен был обязательно одеть. И еще. Задача, что у нас голое тело, на голую шею одевать нельзя. Обязательно я был воротничок. Поэтому был, и был этот, как его, воротничок. Поэтому форма всегда была с воротничком. И вот, о, пожалуйста. Вот настоящий пионер. Еще до сих пор помню, как повязать галстук. А завязывать я сейчас медленно. В лице. Давайте и выше уже. А уже опели? А, сейчас подойдите еще. Да. Вот смотрите. Почему вот треугольник, ребят? Скажите. Как вы думаете? Удобнее завязывать. Нет. Это связь трех поколений. Коммунист. Меньше становится октябренок и пионер. Вот октябренок и пионер. У вас одинаково. Повязать. Нарушила. Вот смотрите. Показывает. Да, меня принимаете пионер. А, да стоя. Да стоя, что вы. Вот. Повязали. Красота. Все опять встали в строй. Вожатый говорит, будь готов. Всегда готов. Всегда готовы. Всегда готовы. И вот такой салют. Вот. И обязательно пилот. А, да. И пилотка была. Когда на какие-то мероприятия, то обязательно была одета пилотка. Тоже головного города не должно быть. Обязательно пилотка. А вот, когда день рождения Владимира Ильича Ленина, вы знаете, ребят, как было красиво. Как народ весь шел, смотрел. Кто из взрослых помнит? А? Пионеры. Конечно. Что было у нас у памятника? У нас был парад. 19 мая. Я вот даже была разводящая. Нет, 22-го. А 22-го надо было. Пионеры. Пионеры. Пионеры принимали. А еще? Что мы обязательно, каждая школа, выбирали лучших. Вот мы с 4-й школой, с 9-й школой всегда боролись с почетным караулом. Почетный караул. Почетный караул. Почетный караул Ленина. Фонны белые. Дождь, снег. Все равно бесполезно стояли. 15 минут. Да. И тренировались за знаменем. Менялись три человека через каждые 15 минут. Они стояли под салютом. Вот. И представляете, это такая была красота. Народ проходит и стоит. И смотрит. Это так приятно, так красиво. Вот. Перед тем, как мне принять пионеры. Э, в консалерах. Которых я такая. И 9-го мая вы тоже были у Скорбящих. Да. 9-го мая у Скорбящих. Да. Мы были пионеры. Не важно, какая была погода. Мы были в пионерской форме. Мы были в тонких белых улочках. Да. В юбочках, да. В юбочках. Ребята были в костюмах. В белых рубашках. С галстуками. И мы стояли, да, с салютом. И право предоставлялось только лучшим, опять же, пионерам. Лучшим пионерам. Вот я сейчас об этом встречаюсь с этими. С юнормейцами. С юнормейцами. Кто у вас есть? С юнормейцами. Нет. Нет. С юнормейцами. Вот. Я им тоже говорила. Если вы взяли часть закона с нашей пионерской организацией, будете выполнять тоже это самое. А 19 мая, во-первых, 22-го и 19-го – это самые лучшие дни стремились принять в пионеры. Лучшие. Не обязательно в школе. У нас часто музеи были. Потом его возили. И один раз во дворце культуры это принимали пионеры. А вот этот шин там у меня. Где-то там шин есть. Старший. Вот меня приняли в пионеры. Вить, какой вид меня. Это приняли меня в пионеры. Вот. И смотрите, какие галстуки были большие. Длинный галстук был. И он не такой. Каждый день надо было гладить. Потому что это мялся. Это был просто ситец-не ситец. Сатин. А сатин. Такой грубый был вот это. Понимаете? Вот. Вот меня приняли в пионеры вообще. И я сразу деграфировалась. Вот. Вот так. Ну вот. А 19 мая в лучках здесь. Сланцы все приезжали в лучках на парад. Маршировали. И опять же не вся школа уходила. А лучшие отряды шли на параде. Маршировали. Старший вожатский перед ним. Потом знаменосец. Ассистент. Ну знаменосцы. Барабанщики-гарнисты обязательно шли на параде. И говорили о каждой школе достижения. Стояла партия. Не кто-нибудь. А в каком партии это все это говорил заслуги школы. Народа было много там стояли. А мы вот маршировали. Проходили от кинотеатра труд. Трибуна была у памятника Ленина. И до конца Маяковского. Досберкасса. Досберкассы. После того как. Да. Моя школа была. С такими пионерами конечно было очень хорошо работать. И у нас был пионерский очень воспитательский коллектив. Ну это учительский коллектив. Классных водителей. Директор сама была. Такая прям. Ну настоящая пионера. Вожатая. То есть пионерка. Коммунистка. Это. Мы четыре раза были спутник семилетки. Выдавали такой. Доска. И на школу вышивались. У нас сначала был музей. Музей это висело. Потом решили на школу. И трижды успели мы заявать звание право фланговым. И поэтому мы на параде. Каждый год. Наша школа. Повезло нам. Что наша школа каждый год участвовала в параде. В Ленинград ездили на парад. На три дня. Ребят устраивали в гостинице. Не что-нибудь. Это лишь. Там три дня минут тренировались. Мы сходили на экскурсию. И сюда кормили четыре раза в день. Да. Нас сопровождала милиция. Четыре машины. Четыре автобуса ехала. Милиция сопровождала. И на параде мы тоже участвовали. Там тоже говорили. О вожатых говорили. И говорили это. О школе. Тоже. Заслуги. На дворцове тоже сидели ребята. Двоз парад. А вот это вот такая вот парадная такая жизнь. Да. А вот ребята вот у них сейчас дают. Наши страны отдых сотрудники. У них не много денег. Другой. Другая школьная жизнь. Чем пионеры занимались. Ну кроме того что учились в школе. Что такого интересного было. У нас очень было. Даже Валентина Михайловна может сказать. Рассказать. Да. У нее класс был очень активный. Она сама была очень активна. Сейчас не все мне уже говорить. Ребята. Ребята были очень активны. У нас. Мы смотрите. Мы стране помогали собирать макулатуру. Сохраняли лес. Тогда с нашей макулатуры делали туалетную бумагу. Тетради книги. Мы собирали металлом. Металлургельскому заводу помогали. Мы собирали шишки. Лекарственные травы собирали. Мы собирали мать-мачку. Почки. Это все ребята старались. И награждали этих ребят. Награждали кто лучший. Кто лучший. А на металл мы ездили и на макулатуру мы ездили на эту макулатуру. Класс даже. Сам класс. Занял первое место. Пожалуйста. Мы очень были спортивные. Вот у меня. Видели? Я тоже участвовала в ГТО. Так что у меня тоже. Игры какие спортивные были? Очень много было спортивных игр. Зажница была. Игры на местности у нас. Казаки-разбойники. Очень интересная игра. Дальше у нас игры были. И спортивные стафеты все время были. И разные с препятствием. Вы знаете. Да сделают такие. А у нас здесь очень хорошо. Было тогда мусора много. Вот здесь. Строилось. И не так лес был очищен. Но им было перейти в бурьян этот. Кто быстрее. Какой класс быстрее. Или кто из вас быстрее давал на время. Тоже это было. Игры на местности очень были. Там и были разведчики. Записки искали. Там где что. Куда попасть. И вдруг здесь это противники идут. Отбирают это записки. Все было интересно. Очень было интересно. Я тоже участвовала все время. Я не стояла. Я с ними бегала. Вот. Старалась. Дальше. Ну у нас сборы дружины были очень интересные. Правда ребят? Да. Интересные были сборы дружины. Вот уж готовились на сбор дружины. Сбор отряда тоже по тематике. Вот. Вот у нас Михаила Дмитриевича Паранова. Вот. Вот сбор дружины. Это рапорт дает мне председатель.